Доброго времени суток, леди и джентльмены! Сегодня мы обсудим очередной новый табачок, родом из северной столицы, из нашего любимого города Санкт-Петербург. Называется он Инферно. Выглядит он следующим образом. Это обычный пакет. К сожалению, отсутствует какая-либо упаковка, банка или коробочка или что-нибудь. Просто пакет с наклейкой. На наклейке изображен сам логотип компании. Инферно Табака Компани, какие-то демоны, огонь, дым. Ну, в общем, Инферно. Данный продукт не очень широко известен в общей массе по России. Но так или иначе, встречается в некоторых заведениях в Санкт-Петербурге. Он относительно новый, появился в конце 2017 года. И на данный момент существует две линейки. Это Medium и Light. Medium это бразильский бёрли, а Light это сербская, сербская, Вирджиния. Ассортимент вкусов постоянно пополняется, их становится все больше и больше. И на данный момент их порядка 60. У меня, к сожалению, нет всех этих вкусов. У меня где-то здесь порядка 20. И о них я вам сейчас коротко расскажу. Я все это попробовал, все прокурил. И быстренько пару слов о каждом вкусе. Мята. Ничего особенного, просто неплохая мята. В меру жесткая. В миксах отлично заходит. В соло тоже вполне себе можно курить. Горло не дерет. Холс. Напоминает какие-то таблетки от горла. Или тот самый черный холст, который было очень сложно кушать. Вот что-то из этой серии. Амаретто. Клевый алкогольный вкус. Очень вкусная алкогольная нотка. Сладкая, десертная. Но на выдохе почему-то ярко ощущается какая-то кислинка. И нотки то ли пластмассы, то ли ацетоны, то ли вот чего-то схожего с этим. Меня это смутило, не очень понравилось. Но вот так вот. Кленовый сироп. Приторный, сладкий, со вкусом жженой карамели. Как-то так. Цитрус. Слишком приторный, на мой взгляд, с ноткой цедры. Мне не очень понравился. Я считаю, что перенасыщенных цитрусов на рынке достаточно. Ягодный микс. Очень напоминает лесные ягоды от альфакера. Сладкий, с небольшой кислинкой, ничего особенного. Просто ягоды. Дальше у нас малина. Малина, я не знаю, почему так называется, но это не малина. Ничего общего с этой ягодой этот вкус не имеет. Просто сладкое. Просто что-то сладкое. Сладкое, немного приторное. Большинство вкусов немного приторного инферно. Они слишком перенасыщенные, переароматизированные. Такая, знаете, вот сейчас модно стало делать на масс-маркет хай арому. Вот что-то такое. Клубника. Опять же, альфакер. Один в один клубника от альфакера. Сладкая, мне не понравилось. Асайи. Неплохо, неплохие ягоды. С небольшой кислинкой, более в сладкую сторону, но вкусно. Такое, есть некий баланс. И не так сильно перенасыщенная, как многие другие вкусы. Вафли. Вот вафли огонь. Вафли, это именно вот те вафли, которые в супермаркетах, знаете, дешевые. Продаются сухие такие вафли, там, с ванилью, с шоколадом, еще с чем-то. Вот это прямо они. Такие вот, под чай домой купить самое то. Айва. Сладко, приторно. Я небольшой эксперт по данным фруктам, но мне кажется, мало общего что-то с этим табаком. Мне не понравилось. Личи. Крутое личи. Вот, это совершенно не то, к чему мы привыкли. Это не кислый, это сладкий тропический личи. И он со свежестью. И это прикольно, это круто гармонирует, это действительно вкусно. Арахис. Тоже хороший вкус. Просто хороший ореховый вкус. Напоминает арахисовую пасту. Мне понравилось, я не большой любитель десертов и орехов, но могу себе представить, что фанатам данного направления это зайдет. И в миксах тоже может получиться что-то удачное. Кола. Кола тоже неплохая. И неплохая она тем, что она не яркая. Большинство кол у других производителей перебивают в миксах остальные вкусы. Здесь кола в меру насыщенная. И в этом ее плюс. Довольно-таки мягкая, лояльная кола. Базилик. Неплохой вкус. Но, возможно, перепутали наклеечки. Потому что это не базилик, это вкус тархуна с нотками аниса. Я не очень люблю анис, но для любителей двойного яблока зайдет. И в целом неплохо. Свежий и травяной. Лемонграсс. Не знаю, почему лемонграсс. Это просто цитрус. Яркий, приторный цитрус. Ничего особенного. Пряник. Это то, что я сейчас курю. Тоже неплохо. Хоть и десерт, но это именно вот опять же пряник из супермаркета. Вот дешевые такие прянички. То есть это не тульский, это не какой-то там модный пряник. Это вот просто то, что продается в магазинах. Вкусно, да? Неплохо. Огуречный лимонад. В целом неплохой лимонад, но не пахнет огурцом совершенно. Просто какой-то травяной свежий лимонад. Киви. Киви спорный вкус, потому что слишком сладкий и приторный. Но в то же время максимально похож на натуральный киви. Если вам вот лень чистить и вы едите с кожурой, вот это вот чем-то напоминает киви от Inferno. В двух словах по крепости. Линейка Light. Легкая. Если забивать на убивашки, да, будет накуривать. Но в целом легкая линейка. Medium. Крепкая. Крепче, чем Darkside. И на прямотоках курить довольно-таки тяжело. Бьет немного по горлу. На фаналлах чуть помягче, полегче. Но тем не менее, довольно-таки крепко. Кто любит жестких, тяжелых кальянов, понравится. По цене. На данный момент продукт не акцизный. Компания собирается его получать. Получится у них это или нет, посмотрим. И на данный момент стоимость за 250 грамм в розницу 700 рублей. Довольно-таки недорого, но будем учитывать, что здесь нет упаковки. Поэтому, наверное, за счет этого цена такая. Довольно-таки демократичная. Ну что, друзья, на этом все. Быстро, коротко, информативно пробежались по табаку Inferno из Санкт-Петербурга. Все контакты на производителя в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем дым, друзья!